Эфир СВВТВ продолжит программу актуальное интервью. Меня зовут Анна Харунжева. Здравствуйте. Сегодня подводим итоги прошлого года и говорим о будущем краевого клинического онкологического диспансера с главным врачом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер Константином Хурцевым. Константин Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Спасибо, что смогли найти время и прийти к нам. Ну что ж, давайте начнем нашу беседу сегодня с вопроса об истории учреждения, с чего все начиналось и к чему пришли. Спасибо за вопрос. На самом деле история нашего учреждения это история онкологической службы Российской Федерации, потому что это сопряжено с очень знаковой датой для нашей страны 1945 годом. И вот можно только себе представить, мы все понимаем, какой это период был в нашей истории. И 30 апреля 1945 года вышел приказ Совета народных комиссаров, который говорил о создании службы онкологических диспансеров в Российской Федерации. И именно от этого приказа стартовал и наш диспансер, в числе многих учреждений по Советскому Союзу. Тогда это создавалась служба. Хотя еще до этого, в 1939 году, уже первые онкологи начали свою работу на территории Ставропольского края. И вот с 1945 года в разных лечебных учреждениях, в отдельно стоящих учреждениях, которых уже нет на сегодняшний день в городе Ставрополье, на территории сегодняшней второй городской больницы и, наконец, вновь построенном здании в 1989 году развивался онкологический диспансер. И на сегодняшний день это крупнейшее онкологическое учреждение в Северо-Кавказском федеральном округе, на юге России, которое оказывает помощь. Ежегодно госпитализируется более 35 тысяч пациентов к нам в диспансер, госпитализируется, проходит лечение. Ну что ж, подводя итоги 2021 года, как вы оцениваете ситуацию? Прошел ли он для вас удачно, успешно, позитивно? Ну, вы знаете, наверное, для всех нас это были последние два года и 20-е, и 21-е непростые. И для медиков и онкологов в том числе. Конечно, это был сложный период, я бы сказал так. Но принципиально важным для нашего диспансера, для сотрудников, для наших пациентов является то, на мой взгляд, что мы практически вышли на те объемы помощи, которые мы оказывали в доковидный период. И в первую очередь это связано даже, так скажем, не с нашими возможностями, а то, что наши пациенты стали к нам возвращаться. Хотя определенные проблемы с обращением пациентов, с госпитализацией пациентов, связанные с тем, что и наши пациенты болеют, и у очень многих прерывались курсы лечения. Кто-то не мог быть госпитализирован по причине того, что болел ковидом. Конечно, ковид наложил свое значение. Нас волнует значительное уменьшение выявления заболеваний на ранних стадиях. То есть у нас как бы заболеваемость снизилась, но это тот показатель, который нас не радует, потому что мы понимаем, что в отсроченные периоды мы получим больных с запущенными заболеваниями. И сейчас возлагаем большую надежду на то, что система здравоохранения активно возвращается к диспансеризации, к углубленной диспансеризации. И, следовательно, мы рассчитываем на то, что опять будут выявляться онкологические заболевания, и мы сможем их лечить на своевременно выявленных стадиях. Ну что ж, диспансер сейчас как работает, в каком режиме? Мы работаем в штатном режиме, я бы сказал так. И фактически весь период, который был, мы сохранили работоспособность учреждения. Практически наши отделения не закрывались в связи с ковидной ситуацией. Хотя были случаи заболеваний у нас, мы предпринимали, в общем-то, очень такие серьезные шаги для того, чтобы сохранить работоспособность отделений. И могу сказать так, что фактически полномасштабно с таким карантином у нас закрывалось единожды отделение гематологии в 2020 году. Все остальные отделения смогли проработать непрерывно, оказывая помощь пациентам. Ну что ж, давайте более подробно поговорим о структуре учреждения и о деятельности в целом. Что включает в себя диспансер? Диспансер – это большое учреждение, в котором на сегодняшний день работает более 1300 человек и обеспечивает деятельность круглосуточного дневного стационара, поликлинического отделения, так называемых параклинических диагностических подразделений, для того, чтобы оказывать помощь более чем 60 тысячам пациентов на сегодняшний день, у которых выявлены онкологические заболевания. То есть у нас стоит на учете порядка 60 тысяч пациентов, и ежегодно около 10 тысяч пациентов вновь выявляются онкологические заболевания. Вот фактически наш диспансер вместе с пятигорским диспансером, но он существенно меньше, мы оказываем помощь этим пациентам. В структуре диспансера более 500 коек круглосуточного стационара, 200 коек дневного стационара, который работает в 3-4 смены, осуществляя более 12 тысяч госпитализаций в год. Поликлиническое отделение, когда-то ориентированное на 500 посещений в смену, на сегодняшний день мы осуществляем более 230 тысяч посещений в год. То есть это подразделение, которое работает в двусменном режиме, для того, чтобы в максимальной степени обеспечить доступность онкологической помощи. Коллективам диспансера вот такие серьезные изменения по организации приема амбулаторного произошли буквально 3 года тому назад, когда мы перешли на двусменный режим работы. Это, в общем-то, непросто организовать, с учетом того, что фактически на сегодняшний день мы работаем с 7 утра до 20 часов вечера и в полной мере закрывая потребности жителей Ставропольского края в амбулаторном приеме, то есть укладываясь почти всегда в нормативы, особенно для первичных больных, по времени приема. У нас проекты, региональные проекты, которые помогают и обеспечивают работу учреждения. Расскажите о них. Ну, вы знаете, об этом, наверное, можно делать отдельную передачу, потому что действительно в жизни диспансера, вот даже на моей памяти, реализация программных мероприятий оказала очень существенную роль. Начиная с 2012 года, когда Край вошел в программу совершенствования оказания помощи онкологическим больным, она позволила очень серьезно укрепить материально-техническую базу, и, пожалуй, по многим позициям мы сменили оборудование, которое поставлялось еще в 1989 году. И, если честно, то тогда, когда мы меняли оборудование, ставили новые линейные ускорители, мне трудно было себе представить о том, что на моей памяти произойдет очередная смена, потому что казалось, что это опять будет на многие годы. И вот реализация национального проекта и реализация программы онкологии на сегодняшний день позволила нам подойти к такой ситуации, когда у нас штатно в 2022 году заканчивает период эксплуатации два линейных ускорителя, и в этом же году они меняются. То есть мы вышли на абсолютно регламентный период работы оборудования, это принципиально важно. Ну, это я просто как бы сказал, это два линейных ускорителя, а так вот только за последние три года реализации программы нами получено порядка 250 единиц оборудования, которые очень серьезно изменили возможности диспансера. То есть я не говорю о таких позициях, как компьютерные томографы, мы получили два, магнитно-резонансный томограф в рамках этой программы. Но самым серьезным образом обновлен парк диагностических ультразвуковых аппаратов, которые на сегодняшний день представлены четырьмя аппаратами экспертного класса для реализации всех программных возможностей в части диагностики онкологических заболеваний. У нас прекраснейший парк эндоскопического оборудования, который позволяет на совершенно новом, для здравоохранения края уровня диагностировать именно онкологические заболевания, потому что возможности современной оптики фактически позволяют, выполняя исследования, выполнять чуть ли не микроскопию тех образований, которые видит врач, подвергать их анализу уже такому спектральному и на самом раннем варианте развития предопухолевых заболеваний обращать на них внимание, ставить вопрос о возможности нетравматичного эндоскопического удаления этих образований и таким образом предупреждать развитие рака. То есть в этом плане мы полностью обновили парк линейных ускорителей, гамма-терапевтических аппаратов на сегодняшний день. Благодаря краевому финансированию, сегодня у нас единственный корпус, в котором полностью завершен ремонт, это как раз корпус-блок лучевого лечения. И там сегодня работают самые современные аппараты, и парк их по своему спектру, наверное, лучший на юге России, включая и северо-кавказские, и южные федеральные округи. То есть на данный момент к материально-технической базе у вас нет претензий и все хорошо. Да, и вот я говорю, что то, что у нас были достойные аппараты, в этом году мы их меняем на новые, современные, что позволит в полной мере использовать их с максимальной отдачей в части нагрузки. Это очень важно. Ну что ж, кто основной пациент, какая целевая аудитория у вас, пациенты вашего диспансера? Это более пожилые люди или сейчас эти болезни начали молодеть и выявляться уже у более молодых? Да, к сожалению, говорить на сегодняшний день о возрасте как преимущественном, как о каком-то таком контингенте наших пациентов уже не приходится, потому что, к сожалению, рак поражает людей в любом возрасте, в том числе и раннем. И на сегодняшний день пациенты 20-летнего возраста – это уже обычное явление. То, что еще, наверное, 15-20 лет было трудно себе представить. Сегодня таких пациентов много. Поэтому, конечно, мы понимаем о том, что онкологические заболевания, они чаще выявляются все-таки у пожилых людей, но сегодня уже нет необходимости, скажем так, нам как-то дифференцировать свою работу. Приходят люди самых разных возрастов. Ну, в таком случае, как профилактировать и как выявить на ранних стадиях? На что человек должен обратить внимание? И вот диспансеризация. Какие анализы покажут, что пора задуматься и как-то обратиться уже к специалисту? Вот в этой ситуации часто приходится отвечать на такой вопрос. И понятно желание человека сдать некий анализ крови, который позволит ему быть спокойным или своевременно обратиться к врачу. Но я должен сказать о том, что, к сожалению, такого анализа на сегодняшний день нет. То есть мы знаем о том, что ведутся различного рода научные исследования. И я думаю, что современная наука, она близка к тому, чтобы вот такими нетравматичными, щадящими способами выйти на возможность ранней диагностики онкологических заболеваний. Но сегодня единственным способом обезопасить себя от того, чтобы у человека был выявлен рак на поздних стадиях, это выполнение полного объема диспансерного наблюдения. То есть диспансеризация уже более 10 лет реализуется в нашей стране. За это время накоплен колоссальный опыт. Взвешено определены те исследования, тот объем обследований специалистов, кто должен посмотреть пациента во время диспансеризации, для того, чтобы в максимальной степени как раз предупредить развитие, в том числе и онкологических заболеваний. Поэтому выполнение всех этапов, первого этапа общего, потом, когда возникают вопросы у специалиста углубленной диспансеризации, это самый надежный способ выявить рак на ранней стадии. А как пациенты попадают на лечение к вам? Что они проходят до этого? Какие этапы? Ну, скажем так, на сегодняшний день мы реализуем все возможные варианты госпитализации к нам пациента. И с учетом ковидной ситуации в течение последних двух лет мы существенным образом, ну, даже, скажем так, отступаем от общепринятых правил. Почему? Потому что должно быть построена ситуация следующим образом, что заболевание должно выявляться на ранних стадиях, как правило, в первичном звене, в результате диспансерного наблюдения, каких-то обращений по поводу других заболеваний пациента к терапевту, узким специалистам. Они должны обратить внимание, каждый врач, осматривая пациента, реализует такой комплекс онконастороженности, когда он должен думать о возможном развитии онкологических заболеваний и рассматривать жалобы пациента, данные результаты обследования через призму поиска онкологического заболевания. И заподозрив это заболевание, он должен проконсультировать пациента у онколога тут же в поликлинике и при подозрении, выявлении онкологических заболеваний направить его уже для лечения или дообследования в онкологический диспансер, то есть специализированное учреждение. Мы понимаем о том, что на сегодняшний день обращение пациентов в поликлинику оно сопряжено с различного рода трудностями, обусловленных ковидом. Это и нехватка специалистов, и высочайшая степень загруженности первичного звена. Поэтому на сегодняшний день мы принимаем пациента в том случае, если мы не отправляем его к терапевту для того, чтобы терапевт дал направление, выполнил какие-то обследования, а если у пациента в результате исследований в краевых, в первую очередь, учреждениях, в межмуниципальных центрах выявлено подозрение на онкологическое заболевание при эндоскопических исследованиях, при компьютерной томографии, то уже само по себе это заключение для жителей Ставропольского края мы рассматриваем как направление к нам в диспансер. И стараемся принять этого пациента и максимум исследований выполнить в наших стенах. Это очень непросто сделать, потому что мы понимаем, что диспансер не может обследовать весь контингент жителей края. Но для понимания ситуации я хочу сказать о том, что только за последний год у нас объем диагностических исследований в наших подразделениях увеличился минимум до 120% по сравнению с 2019 годом. А по некоторым подразделениям он увеличился в полтора и более раз. То есть мы сделали все для того, чтобы в максимальной степени было загружено оборудование. Мы получаем его, но должен сказать, что оно у нас не простаивает. То есть максимально эффективно используется, оно обеспечено врачебными кадрами. Все подразделения работают на сегодняшний день в две смены. Обеспечивая, опять-таки, всего два года тому назад они работали в одну смену. И это очень серьезное достижение диспансера, я считаю, коллектива. Потому что в значительной степени это реализуется и за счет совместительства врачей. То есть когда врач работает не на одну ставку, не на ставку с четвертью, а на полторы и даже более ставок. То есть обеспечивая доступность медицинской помощи для пациентов. Но сегодня мы работаем в две смены по всем амбулаторно-поликлиническому звену, параклиническим исследованиям. И вот за счет этого объемы исследований существенным образом увеличены. И мы стараемся, особенно для первичных пациентов, выполнять комплекс обследования в наших условиях. Таким образом, чтобы быстрее поставить диагноз и взять пациента на специальное лечение. Ну что ж, давайте как раз перейдем к вопросу кадров. Кто специалисты центра? Вы уже упомянули, что их более тысячи, да? Да, тысяча триста человек. А откуда они? Они приезжают из других регионов? Есть ли у вас такая практика? Как повышают квалификацию? Кто эти люди? Ну, конечно, в основном это жители Ставропольского края. И в основном это выпускники нашего Ставропольского медицинского университета. Хотя мы проводим работу и используем на сегодняшний день, ну в принципе в течение последних лет, все возможные ресурсы, которые предлагают найти работу для того, чтобы найти специалистов в любых регионах Российской Федерации. И в общем-то Ставрополье в этом смысле привлекательно. Очень много поступает запросов к нам из сибирских территорий. Но мы понимаем, что это сопряжено с большими сложностями. Особенно последние два года они серьезным образом, я думаю, повлияли на возможность такой миграции трудовой врачей, медицинского персонала. Но у нас приезжают доктора, немного, надо сказать, что единичные специалисты, которые приезжают из других территорий, меняют, которых привлекает южный регион наш в своей географии, в общем, своими условиями, такие доктора приезжают. Ну, хочу сказать о том, что начиная с 2013 года, вот мы приближаемся к тому, что коллектив практически удвоил свою численность. То есть еще в 2013 году у нас работало 750 человек. И вот мы понимаем, для того, чтобы учреждение начало работать в двусменном режиме, конечно, должно быть существенно больше. Мы очень большие проводим программы для того, чтобы и профориентации на студенческой скамье, в медицинском университете, в медицинских колледжах для среднего медицинского персонала. Формируем определенные такие социальные программы в самом диспансере для того, чтобы сделать привлекательным диспансер для работы молодого специалиста. И на сегодняшний день я должен отметить, что коллектив существенно помолодел. У нас средний возраст врачей 40 лет, средний медицинский персонал 35. Это, ну, наиболее такой трудоспособный молодой состав. Большое количество врачей и медицинских сестер, которые имеют категории. Это важно, потому что молодежь приходит в силу возраста, какое-то время должны наработать опыт. А так, у нас более половины врачей и медицинских сестер имеют высшие категории. Очень много, более 30 человек, кандидаты медицинских наук. В диспансере работает 4 главных внештатных специалиста. Это Министерство здравоохранения Ставропольского края, 2 Северокавказского федерального округа. И это как раз подчеркивает статус нашего учреждения не только в крае, но и в округе, и в Российской Федерации. – Константин Владимирович, программа уже подходит к концу, но не могу вас не спросить о планах на будущий, точнее, на этот год, который наступил. – Вы знаете, мы главными планами сейчас ставим формирование коллектива. – Да, формирование коллектива для того, чтобы, я не сказал о самом главном событии, которое вместе с нами уже идет второй год, это строительство нового корпуса диспансера. И, естественно, вот мы считаем, когда оно будет завершено, и диспансер начнет работать в совершенно новых условиях, не стесненных. Потому что сегодня, к сожалению, и пациенты, и медицинский персонал очень страдают от отсутствия свободных площадей для реализации нормальной медицинской помощи. И мы сейчас готовим коллектив для работы в этих условиях. То есть мы стараемся набирать максимум врачей, среднего медицинского персонала, воспитывать врачей. У нас реализуются очень интересные программы с участием приглашенных таких тренеров, я все-таки в таком варианте буду говорить, которые работают с наставляемыми врачами-стажерами, которые учат наставников правильно общаться с молодежью. В общем-то это интересно и перспективно в том плане, что все-таки, как мы считаем, на сегодняшний день развитие онкологического диспансера, оно благодаря программам, в первую очередь, благодаря очень взвешенному правильному отношению правительства Ставропольского края и лично губернатора. Потому что это его достижение, вот такое развитие со строительством нового корпуса. Мы должны это оправдать тем, что в новых стенах, в общем-то, должен работать и новый коллектив, новый в лучшем смысле этого слова, который впитает все современные возможности и оборудование, и цифровизации, которая реализуется, и сможет это использовать на благо жителей Ставропольского края. Ну что ж, благодарим вас за беседу и, конечно, желаем вам исполнения всех ваших задуманных планов. Спасибо. Спасибо. Ну а в гостях у нас был Константин Хурцев, главный врач Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера. Ну а вы, уважаемые телезрители, берегите себя и оставайтесь на своем. Продолжение следует...